Группа Б Группа Б Я хочу рассказать прежде всего о том, как сборную Украины ввел на этом турнире Антон Коробов, блестящую игру, которую я хочу сегодня и осветить. И буквально чуть-чуть сборной Украины не хватило. Буквально чуть-чуть. Они не смогли победить в последнем туре сборной Казахстана. И таким образом остались всего лишь третьими. Они лидировали после 8 туров и большие шансы имели на то, чтобы пройти в четвертый финал с первого места. Но в итоге команда Азербайджана, победив в последних трех турах, стала первой. Ну и крепкая сборная Венгрии осталась на втором месте. Казахстан, испанцы, французы также играли очень здорово и имели неплохие шансы. Испанцы вообще лидировали после второго игрового дня. Ну вот такая вот совершенно дикая борьба в этом соревновании происходила. Итак, поехали к моментам партии, которые мы сегодня и обсудим. Начнем мы как раз таки с Антона Коробова. Сразу забегая вперед и продолжим тоже. И игра белыми Антона, конечно, она была очень высокого качества. И более того, именно он ввел команду, набрав 5 очков из 7 возможных. Ввел именно к выходу сборной Украины финальную пульку. Итак, ферзь Д7 был последний ход от белых. И вот посмотрите, казалось бы, позиция приблизительно равная. И по большому счету здесь ничего не должно происходить. Однако, значит, последовал конь Д6, слон Д3, ферзь Б2. И посмотрите, ферзь бьет Е6. Небольшие такие ощущения, что вокруг черного короля могут быть какие-то проблемы. Но они в целом не существенны. Мог здесь Виктор Эрдош пойти слон С5, привязав белых к защите пункта ДФ2. И это было правильным ходом. Однако и там у белых возникали определенные идеи. Скажем, в частности, связанные с ходом ферзь Е7. Жертвой пешки на Ф2. Последовал ферзь С1, слон Ф1. И вот чисто визуально можно сказать, что у черных проходная пешка. Отдаленная проходная, которая может поставить ряд проблем. Однако, на самом деле, проблема имеет этот черный. Потому что их король приоткрыт. Попытался побольше полей Эрдош прихватить. Ну и вот последними активными ходами Антон продолжает активничать. Конь Е5. Ферзь Ф8. Могу лишь сказать, что, конечно, немножко времени не хватало здесь Виктору, чтобы все вопросы решить. Но все были в равных условиях, поэтому что тут говорить. Слон Д3. И вот здесь, несмотря на то, что пешек поровну, белые уже имеют атакующие действия. В частности, угрожает взятие слоном на Ж6. Мы видим, что черный король себя начинает чувствовать немного неуютно. Ферзь Е8 продолжил Эрдош защищаться. Ферзь Ф6. Король Ж8. И вот этот вот ход ферзь Е8 явился уже грубейшей ошибкой. Стоило предпочесть король Ж7. Но в этом случае белые также бы атаковали. Скажем, Ферзь Д7. И пришлось бы защищать какую-то такую неприятную позицию. А после хода Ферзь Е8. Ферзь Ф6. Король Ж8. И очень сильный ход слон Б1. Чуть сильнее был ход слон С2. Но по большому счету роли это не играет. Слон идет на большую диагональ. И проблемы черных уже очевидны. Ферзь А4 делает единственный ход Эрдош. Могу лишь отметить, что более точный, конечно, был слон С2. И вот после с угрозой слон Б3. И после А4 сыграл слон Б1. Но это такие тонкости на флажках, как обычно, не всегда можно увидеть. Ферзь А4. Ферзь Е6. Последовали некоторые шахи. И после чего Ферзь Е8 вернулись черные на исходные. Последовал шах. Шах на С7. И после короля Х8. Ф4. Посмотрите. Трансформация преимущества. Давление увеличивается. Каждым таким активным ходом черные имеют некоторые трудности. Ф4. Ферзь Е8. Е3. Здесь надо было додуматься до невероятно красивого хода Конь Е8. То есть, таким образом, черные, судя по тому, как пишет компьютер, они спасались. Но, конечно, такой ход лично человек сделать вряд ли способен. Последний какой-то более разумный ход. Ж5 попытался как-то Эрдош раскачать положение Белого Короля. Может быть, Конян с Е5 попытался выбить. Но, на самом деле, это явилось просто грубейшим промахом. Потому что после хода МЖ выяснилось, что просто-напросто нет ни компенсации, ни пешки. Ну и плюс ко всему произошел зевок. Таким образом, Корбов такую позицию выиграл. Вторую позицию, которую я хочу вам показать. Случилась партия с Втачником. Любомир Втачник. Известный теоретик. Пирюнфельдист. Вот такая была позиция. Последним ходом черные напали на мат Ж2. И вот, если у вас есть желание потренироваться и подумать, как здесь белым играть, советую поставить на паузу и подумать хотя бы минутку. Значит, ну, забегая вперед, значит, я думаю, что вы уже поставили на паузу. Ну, а те, кто не поставил на паузу, кто ленится, показывают, что здесь было сделано. После ферзи Ж5, конечно, черные имеют определенные идеи. Нельзя играть конь Ж3. Последует мат. Нельзя играть Ф3. Последует взятие на Ф3. Ж3 также ослабляет диагональ. Но следует разящая совершенно атака. Ферзь БЖ8, король БЖ8, ладья Б8. Пока сразу непонятно, за что белые сразу пожертвовали. На самом деле, все очень красиво. Король Ф7 и следует подключение коня на Ф4. Очень красивый ход конь Ф4. Обратите внимание, брать теперь коня этого нельзя из-за хода Е6 с потерей ферзя. В любом другом случае ферзи вне игры. Белые могут спокойно даже пойти с Ж3. Помимо того, что Е6 и Е7 угрожают. И, по сути дела, партия завершается. Потому как ходов у втачника сейчас просто-напросто нет. Он сыграл слон Ф6 в надежде хоть как-то спастись. Но после хода ладья Ф8 и конь Е6 остался без ферзя. Вот такая замечательная совершенно конструкция. Обратите внимание на вот такие вот идеи. Антон феерил буквально в каждой партии. И еще одна классная активная партия. Безусловно, не без ошибок. Но напор и активность в партиях Антона можно увидеть повседневно. Итак, в белыми играл он против Лия Кьеттила. Это сборная Норвегии. Если я не ошибаюсь. И последовал защита Бенони. Вариант с конь Д2. И по большому счету здесь Антон играл тоже крайне предприимчиво. Последуют такие вот взятия. В общем-то, такие структуры считаются в пользу белых. И конь на С7 вне игры. В таких ситуациях белые просто спокойно должны готовить ход Е5. Ну что ж. Пока черные не дают сделать. Два слона здесь определенное преимущество. Безусловно, оказывают. Ну, последние ходы типа Ф4, они немножко неаккуратны. Так как позволялось сейчас черным куда-то выскочить, скажем, ферзем в район поля Х4. Ну, последовал шаг. Также ферзь Х4. Угроза мата в один ход. Слон Е1. Также конь Е2 заслужил внимания, чтобы выбить слона Д4. Слон Е1, ферзь Е7. Слон Д3. То есть укрепление центра. Б5. Черные делают очень разумные ходы. И в целом позиция их, наверное, здесь не такая и плохая. У них, в общем-то, очень сильная инициатива в этом плане. Они продавливают центр. В частности, главную пешку Е4. Последовал Д1. И здесь последовал ход БА. БА ход нехороший. Потому что здесь поменялась сразу же структура. И по большому счету любой совершенно нормальный ход, который сохранял даже события на доске, скажем, Ладья Б8, был гораздо лучше. Объективно, С4. В таких позициях надо играть. И нет взятия на С4 за взятие на С3. А в случае хода слон Е2 уже можно рассматривать даже взятие на С3 и отъем пешки Е4. БА был. Ход осуществлен. После чего Антон сыграл Ж4. Мы видим, не боится Антон идти вперед. Конь Ф6. Сыграл слон Х4. Почему-то ходы разумные. И разобрался здесь Ле как правильно играть. Пока сыграл Ферз Д7. И позволил такую конкретную классическую в Биноне идею взятие на Ф6 и проведение хода Е5. Ход Е5 делается часто с идеей именно пожертвовать пешку и получить поле Е4 для коня. Словом, поэтому Де сразу он не сыграл. Хотя Де, наверное, в этой позиции после хода конь Е4 просто было нехорошо. Так как мало того, что висит слон, так после отхода слона белые играют Ф5. Вот эта стандартная идея как раз таки проводится с последующими возможными играми с ограничением позиции черных фигур. То есть там и слон С4, и Д6, и пункт Ф7 слабый. Вот эта лошадь на Е4 занимает очень сильную позицию. Поэтому Де не было, был взял ход слон Ж7. Ну и пока Антон сыграл слон С4, хотя вполне возможно стоило попробовать продолжить движение ходом Е6. Слон С4, Ферз Беже 4, конь Е4. Максимальная подкрутка позиции идет. Черные бьют и еще один мощный ход Ф5. Обратите внимание, то есть как мощно именно темпу играет Антон Корп. Конь Б5, черные тоже не остаются без активности. Конь переходит в центр для того, чтобы таким образом снизить активность белых, выключить ладью с Д1, ну и просто улучшить положение своей фигуры. Д6 очень правильный ход, открывается слон, теперь угрожает взятие на Ф7. Лие решил, что времени на защиту этой пешки просто-напросто нету и перешел перекрыть эту линию Д. Все равно последует взятие на Ф7, Король А8 и последовал такой вот неожиданный переход в Эншпиль. Обратите внимание, что, казалось бы, в такой позиции, может быть, стоило попытаться взять на Д4 и дальше как-то крутить, там взять на Е8, пойти пешкой на Д7. Но вот Антон решил по-другому. Решил разменить ферзей. После размена ферзей выясняется, что активность все-таки белых снизилась. И по большому счету черным здесь стоило поднимать ход ладья Б8 с атакой пешки Б2 и у них есть определенные еще идеи с пешкой А3, с пешкой А, прошу прощения, а пешка Д пока никуда не идет. Но последовало взятие на Ф5, не самая лучшая идея. И после взятия на Е8, Д7, ладья Д8 и ладья бьет Ф5, еще один, обратите внимание, ход, пароход, выясняется, что ЖФ конь С5 белые как минимум выигрывают качество. Но однако партия продолжается. Слон Ф6, конь Е6, ладья Б8. Здесь они выиграют фигуру. И вот произошел такой Эншпиль. Эншпиль плох для черных, хотя чисто в практической точке зрения при коротких контролях защитить такую позицию черные шансы определенные имеют. Корон, Ж7, пошел Антон за пешками, пришел за пешками. Ну и в общем-то, как бы вроде как все делало правильно Лие, но однако пешки быстро упали. Что одна, что вторая, а центральные пройти не успели. Крайне интересный момент, да, и вот он в конце концов переводит позицию в такой вот пешечный Эншпиль. Выигран ли он был, это другой вопрос. В этой позиции опять-таки вам имеет смысл поставить позицию на паузу и попробовать проанализировать, насколько эта позиция нечаянная или выиграна для белых. Итак, последовал ход король Д3, после чего белые успевают чуть быстрее. И здесь черные сразу же проиграли. Ну а могли ли черные сделать ничью, вот вопрос достаточно серьезный. Подумайте над этим, и в общем-то вот такие вот замечательные партии от Антона Коробова, лидера сборной, мы с вами увидели. И покажу вам еще раз наглядно табличку нокаута. Отмечу пока, что сборная Индии, конечно, здорово себя проявила. Несмотря на то, что лидер сборной Вишунатан Анант набрал полтора очка из четырех возможных. Его очень здорово подстраховали, подстраховала молодежь. В частности, Аравинт набрал два из двух, и молодой Праг набрал пять из пяти. Так что сборная Индия, безусловно, является одним из фаворитов также этого соревнования. Ну а сборной Украине мы пожелаем успеха в матче с Китаем. Это будет, конечно, дикая совершенно заруба. И надеемся, что Антон Коробов и Василий Иванчук, который пока не нашел своей игры в интернете, так скажем, он все-таки оправится, и удачная у них сложится матч с Китаем. Что же, друзья, до скорого. Я сейчас, в скором времени вы сможете посмотреть обзор группы С, где принимала участие наша сборная, сборная России. Что ж, до новых встреч, пока!